Почки человека Ведь все, что происходит во внутренних органах, рано или поздно отражается на функции наших почек При их неправильной работе у человека появляются симптомы болезни почек Некоторые болезни протекают бессимптомно или признаки слабо выраженные А другие заболевания имеют яркую симптоматику, которую трудно терпеть Болезни почек – тема нашей сегодняшней программы Наш гость – врач-нефролог высшей категории, профессор Ростовского медицинского университета, доктор медицинских наук Михаил Батюшин Здравствуйте, Михаил Михайлович Михаил Михайлович, почему заболевания почек называют тихими убийцами? Такое название у них коварное Знаете, этот термин используется по отношению к целому ряду других заболеваний Но почки, пожалуй, признаны королем тихого убийства человека Действительно, коварство этой ситуации состоит в том, что это категория болезней не болящих То есть пациенты, как правило, жалуются на что угодно На отеки, на повышенное давление, на изменение, может быть, цвета мочи Но крайне редко жалуются на то, что у них возникает болевой синдром А именно боли приводят, как правило, пациента сразу же к врачу И, соответственно, если не болит, можно долгое время не идти Можно лечиться дома, можно лечиться какими-то народными средствами А тем временем почечная патология постепенно прогрессирует И прогрессирует, как правило, безвозвратно То есть потеря почечной функции, она невосполнима Вот отсюда такой жестокий термин Ну вот на какие симптомы нужно обратить внимание, чтобы не пропустить вот это самое развитие Которое приводит к таким плачевным последствиям Ну, я бы на ваш вопрос ответил, разделил его на две части Первая – это те болезни, которые часто приводят к поражению почек В частности, это артериальная гипертония и сахарный диабет Поэтому, если человек будет контролировать симптомы вот этих двух заболеваний Он, естественно, должен думать И лечащий доктор, который занимается этим пациентом Должен думать об этих двух заболеваниях в первую очередь Что касается таких специфических симптомов То, наверное, это частые ночные объемные мочеиспускания Вот в норме человек в туалет ночью, он не должен вставать И максимум он может вставать в туалет один раз Два-три и более подъемов с обильной порцией мочи Это всегда признак какой-то патологии Сюда бы я отнес еще отеки Конечно, текает пациент и по причине болезни сердца Иммунная система, аллергических заболеваний Венозной недостаточности Но болезни почек – это одна из частых причин возникновения отека Вот, наверное, эти симптомы Конечно, боли рези по ходу мочеиспускания В поясничной области Хотя они часто маскируются под другие болезни Но это частые проявления почечных болезней Ну вот помимо хронических болезней, которые тоже приводят, к сожалению, к дисфункции почек В чем вот эти самые причины заболевания почек, если мы в сторону отставляем хронические заболевания? Это очень сложный вопрос Сложен он тем, что на сегодняшний момент медицина знает механизмы развития этих болезней И преуспела здесь И большинство современных методов лекарственной терапии Они как раз основаны на блокаде вот этих путей или механизмов развития болезни А вот причины, как правило, неизвестны К сожалению Буквально час назад, беседуя с больным, отвечая на его вопрос, я развел руками Когда он меня спросил, а в чем причина развития этой болезни Очень часто причины кроются в дисфункции иммунной системы Почему они происходят? Это приобретенные дисфункции Или это врожденные дисфункции Вот помимо некоторых научных таких гипотез Абсолютного понимания этого на сегодняшний момент в современной медицине нет А фактор наследственности играет какую-то роль в заболеваниях почек? Да, безусловно, играет Здесь есть и семейный фактор, врожденные почечные патологии Например, есть такая болезнь, поликистозная болезнь Когда в почках образуется кист Вот эта болезнь передается по наследству Есть всевозможные так называемые пороки развития Вот почки после поражения позвоночника и нервной трубки Занимают третье место по распространенности Среди врожденных пороков развития Вот самая распространенная патология Это нефроптоз, например Это болезнь соитной ткани, слабости связочного аппарата Она часто наследуется И часто мы можем видеть семейные формы заболевания Тонкая, хрупкая мама с опущенной почкой Рождает ребенка, вырастает девочка Тоже с такой же проблемой То есть я правильно понимаю, что если у человека есть в роду Проблемы с почками Обязательно нужно следить за состоянием своих почек Ну, как минимум, периодически проходить Хотя бы какие-то профилактические методы обследования Какие заболевания наиболее распространены сейчас? Заболевания почек Ну, конечно, лидером является поражение почек при артериальной гипертензии С сахарным диабетом Это бесспорные лидеры Они занимают примерно половину всего ландшафта почечной патологии А дальше идет мочекаменная болезнь Для ростовчан это очень актуальная проблема Это всевозможные инфекционно-воспалительные заболевания Пилонефриты, интерстициальные нефриты Токсические поражения почек Потому что ростовчане очень любят лечиться различными анальгетиками Обезболивающими препаратами Пьют их без меры А это не всегда бывает безопасно Ну, вот вы сказали ростовчане То есть действительно, что ростовская область является одним из лидеров Например, по распространенности мочекаменной болезни И с чем это связано? Да, это проблема не только ростовской области Но ростовская область входит в четверку лидеров по этой проблеме Пытаясь объяснить эту ситуацию Ученые нашего университета, в частности, проводили различные исследования И есть определенная связь с особенностями экологического ландшафта В частности, с особенностями качества воды Я не могу сказать, что она у нас плохая или хорошая У нас обычная вода, но она богата солями И вот когда много солей в воде наблюдается Различных химических элементов Они, безусловно, в дальнейшем элиминируются Выводятся из организма Один из путей выведения является почечный путь Поэтому образование большого количества солей Их прецепитация, склеивание, формирование камней Да, это проблема Есть территории, где вода, мягко говоря, не очень хорошая Поэтому в этом плане можно порекомендовать Пользоваться бутилированной водой Использовать системы стационарной очистки воды Это очень полезно Да и модно в настоящее время Если уж нет финансовых возможностей То хотя бы отстоять воду, подержать ее несколько дней Затем перекипятить и уже более чисто использовать Только помните о том, что кипячение воды удаляет йод Потому что йод это парообразное вещество Это газообразное вещество Оно легко испаряется при кипячении Это тоже большая проблема Йододефицит, но несколько Для иного разговора Михаил Михайлович, мне подсказывают У нас есть звонок К нам дозвонилась Елена из Красного Сулина Здравствуйте, задавайте ваш вопрос Здравствуйте, вы знаете, я была в Ростове И с Красного Сулина И сделала вопрос о СКТ себе И вот у меня выявили Что у меня два, это, две мочеточника на почке И удвоение А также признаки осложненной кисты правой почки Ну вы знаете, меня не это вот переживает А просто лимфоденопатия заброшенного пространства Что у меня там воспаленные это, ну, лимфоузлы Я вот хотела спросить Это может быть связано А также у меня роя повышенная Бывает до 48 Редкие боли Ну, говорят, это с позвоночником у меня Вы знаете, ну вот то, что вы описали Это осложненная киста Это увеличенные лимфоузлы Я бы посоветовал, конечно, обратиться к урологу К онкоурологу К нам в университет Вонкоинститут, диспансер У нас достаточно много онкологических клиник Пусть они сначала с вами поработают Если они исключат свою патологию Тогда можем помочь мы вам Спасибо, Михаил Михайлович Какие болезни почек наиболее опасны? Ну, конечно, онкологические заболевания Но вот та сфера, которой занимаемся мы Терапевты, нефрологи Наверное, все-таки это иммунные болезни Это гломированный фрит Такое длинное, сложное название Но для многих пациентов Оно стало родным, к сожалению Что у нас представляет, что это? Это очень тяжелое заболевание почек Которое сопровождается иммунной агрессией То есть агрессией иммунной системы организма Против собственных почечных структур Вот возникает такая ошибка Дисбаланс в работе иммунной системы Что начинает иммунитет бороться не с микробами То есть он борется с микробами Но он еще начинает бороться с собственными почками И вот возможности выявления ранней диагностики Правильного, качественного лечения Позволяет, конечно, эти болезни держать Сдерживать их прогрессирование Ну, наверное, это самое сложное В этом вот искусство врача-нефролога В этом красота нашей профессии И в этом, к сожалению, боли, страдания Тех пациентов, которые вот этим заболеванием болеют А как часто нужно проходить обследование? Давайте вот два случая разберем Человек, у которого, например, есть наследственная Предрасположенность к таким заболеваниям И просто обычный вот человек, у которого в роду никто не болел болезнями почек Ну, обычному человеку я бы посоветовал Начиная с 20-летнего возраста Хотя бы один раз в год сдавать общий анализ мочи Это так просто Если у вас фобия белого халата Если вы боитесь лечебных учреждений Пожалуйста, вы можете прийти в аптеку Заказать так называемые тест-полоски для анализа мочи Они стоят недорого Не всякие аптеки их продают Но, так сказать, их можно заказать и купить И вы можете анализ мочи делать у себя дома Единственное, что все равно надо советоваться с терапевтом Для того, чтобы правильно интерпретировать результат Начиная где-то с 30-35-летнего возраста Если вас ничего не беспокоит Обязательно, помимо анализа мочи Раз в год надо сдавать анализ крови на креатинин Это такое вещество Метаболит в организме человека Повышение которого свидетельствует о наличии болезни почек И хотя бы раз в 5 лет, в 6 лет, в 7 лет надо проходить ультразвуковое исследование Мочевого пузыря и почек На самом деле это не очень сложно Сейчас очень много диагностических центров И в Ростове, и в районах Позволяют пройти вот такое небольшое обследование За очень короткое время И, как правило, по полюсу медицинского страхования То есть в рамках профосмотров Или если человек, не имея почной патологии Будучи здоровым, хочет сам пройти это Он может это пройти платно На самом деле это стоит недорого И достаточно качественно У нас это делает практически везде область Я напоминаю, мы работаем в прямом эфире Телефон в студии 200 ровно 2515 И к нам дозвонилась Галина Михайловна из Морозовска Здравствуйте, задавайте ваш вопрос Здравствуйте, мы слушаем вас Алло Да, да Я задавала вопрос по поводу кисты на почках Если она с 8 мм увеличилась за 20 То это что? Нет опасений, никакого можно дальше наблюдаться Просто и все? Ну, я вам так скажу Если кисты до 2-3 см Все зависит от вашего возраста Есть такое понятие инвалютивные кисты То есть с возрастом человека После 40-45 лет Они могут образовываться в почках И в большинстве случаев Не представляют никакой опасности Они дорастают до 2-3 см Останавливаются в росте Иногда они могут иметь большие размеры За ними надо наблюдать Потому что иногда в стенке кисты Может формироваться злокачественное новообразование Требующее очень быстрого хирургического вмешательства А в большинстве случаев они не представляют никакой опасности Лечения от них терапевтического никакого нет Михаил Михайлович, чуть раньше вы сказали Что вот у нас в Ростовской области, к сожалению, вода Которая способствует развитию мочекаменных болезней А если говорить о питании Как нужно питаться, чтобы снизить вероятность Возникновения этих самых заболеваний? Тут рецепты очень простые Ну, во-первых, надо пить достаточное количество воды То есть все время как-то вот Хорошей воды Хорошей воды Бытует такое мнение, что раз вот Есть угроза болезни почек То пить воды надо мало То есть беречь почку, щадить На самом деле это не так Вообще любой человек здоровый Он должен выпивать воды достаточно много Сколько много? Ну, в зимний период это обычно полтора литра В летний период это 3-4 до 5 литров В зависимости от физической наличия Физической нагрузки Там интенсивности потоотделения и так далее Скажу проще Пить надо воды столько Чтобы не получать потом Интенсивно окрашенной оранжевого цвета порции мочи Вот если порция мочи интенсивно окрашена Значит ваши бедные почки Очень много трудились для того Чтобы сформировать вот эту порцию Потом ведь употребление большого количества жидкости Это и здоровье Это и молодость кожи Вот есть такая категория женщин Которые, борясь с легкой дотловатостью под глазами Пытаются ограничить прием жидкости Потом это приводит их на больничную койку Мы ведем таких больных Они становятся нашими пациентами Поэтому ограничивать в большинстве случаев Прием жидкости в норме В физиологической ситуации не надо При болезнях почек тоже очень редко ограничивают прием жидкости В основном это случаи либо крайне высокого давления Либо ситуации острой остановки функции почек Либо тяжелые отеки связанные с болезнями почек Так называемый нефротический синдром В остальных случаях, как правило, воду не ограничивают Все-таки по питанию, возможно, острое, жареное Вот что-то В отношении диеты тоже бытует такая байка о том Что если есть болезнь почек, надо ограничивать животный белок Это неправильно, это неверно Животный белок, вообще мясо и продукты животного происхождения Их ограничивают только в ряде случаев В случае тяжелой почечной недостаточности С обязательной компенсацией этих недостающих продуктов С помощью лекарственного, лечебного питания Если нет лечебного питания и нет тяжелой почечной недостаточности Ограничивать прием белка не надо Ограничения могут касаться мочегонных продуктов Целый ряд заболеваний почек Они не любят арбузы, дыни, шиповник А традиционно считается, что шиповником надо лечить заболевания почек Шиповник, да, наоборот, очень полезен, да Так вот, ну представьте себе Если у вас температура 40, вы больны гриппом А я решил заняться вашим оздоровлением И прошу вас пробежать 10 кругов по стадиону Ну вот пример Не совсем вовремя доводит Больные почки, совершенно ни к чему заниматься Вот таким подстегиванием То есть употреблять продукты, которые резко стимулируют мочеобразование Почка и так болеет, надо ее оставить в покое И убрать вот эти мочегонные составы В период заболевания почек Обычно мочегонные составы показаны при болезнях мочевого пузыря То есть инфекции нижних мочевых путей Вот там и урологи, и нефрологи, и терапевты Широко применяют различные растительные составы При болезнях почек нет Михаил Михайлович, мне подсказывают У нас есть еще один звонок Лидия Алексеевна из Красного Сулина Здравствуйте, задавайте ваш вопрос Здравствуйте, я хотела бы задать такой вопрос Вот бывает иногда в моче у меня повышенная лейкоцит Даже до 500 Хотя клеяки не в норме И при этом может быть температура подниматься Что это может быть? Да, я пью, бывает в этом случае цифрослоксоцин Лидия Алексеевна, ну вот скорее всего Конечно, достаточно скудная информация Для того, чтобы сделать окончательный вывод по вашей проблеме Скорее всего речь идет о хроническом пилон-эфрете Наверняка часто рецидивирующем Приезжайте, мы постараемся вам помочь Я думаю, что так вот в условиях прямого эфира Сложно дать какие-то дельные советы Они должны быть узконаправленными С более детальным изучением вашей проблемы, вашей ситуации Михаил Михайлович, мы чуть ранее говорили о том Когда себя лечат шиповником А давайте поговорим о таком способе лечения, как фитотерапия Вот при каких заболеваниях актуальна эта сама фитотерапия И что она из себя представляет? Ну, легче сказать, когда ее можно действительно применять Чем когда нельзя Потому что в большинстве случаев мы ее не используем В медицине есть такое понятие, как доказательная медицина И поэтому делать эксперименты на людях Говорить, что соседу помогло и вам поможет Но это в современных условиях Это просто врач делать не имеет права Поэтому большинство фитосборов, фитотрав Они не проходили никаких клинических, серьезных я имею в виду Клинических испытаний Информации по ним практически нет В индексируемых научных медицинских журналах Поэтому могу сказать только о некоторых таких продуктах Ну, например, англичане пару лет назад провели довольно серьезные исследования О пользе клубники при заболеваниях почек Оказалось, что она содержит большое количество гепареноидов Вот то же самое, что малина при ангине Потому что за счет содержания в ней гепареноидов улучшается микроциркуляция В воспаленных тканях человек легче излечит Вкусное и приятное лекарство Да, англичане очень любят клубнику Они сейчас ее всему миру рекомендуют Но есть некоторые заболевания инфекционного характера Пиелоныфрит Когда, например, показана клюква, различные уральские ягоды Потому что они существенно подкисляют мочу Препятствуя росту микроорганизмов в моче Но опять, это скорее какое-то такое совсем-совсем дополнение к основной терапии Ни в коем случае не альтернатива И ни в коем случае не основное лечение То есть у фитотерапии в любом случае основное лечение заместить невозможно Нельзя и не нужно Нет, нет Мы сегодня работаем по стандартам, по клиническим рекомендациям Международным, российским рекомендациям И надо сказать, что ни в одной рекомендации Ни одного рецепта с фитопрепаратами нет Это то, что доброе, старое, приятное То, что было актуально тогда, когда у нас не было современных лекарственных препаратов 20-30 лет назад это было актуально Сегодня нет Это не значит, что это ушло навсегда Может быть, со временем какие-то препараты растительного происхождения будут широко использоваться Я это не исключаю Но все-таки вот при каких заболеваниях ни в коем случае фитотерапию использовать однозначно нельзя Даже как дополнительное При всех заболеваниях, которые касаются почечной ткани Паренхимы почки Пилонефрит, гламиролонефрит, нефросклероз, почечная недостаточность Поражение почек при диабете, при гипертонии, при подагре Ну вот, наверное, такой круг я очертил Достаточно солидные заболевания, при которых фитотерапия не только, к сожалению, неэффективна, но может и причинить довольно существенный вред Мы это видим, мы это знаем Поэтому мы больным об этом рассказываем Будьте осторожны У нас есть еще один звонок Валентина Николаевна из Краснодара Здравствуйте, задавайте ваш вопрос Добрый вечер Я хотела бы вас спросить Скажите, пожалуйста, вот собираются под глазами, вот, как бы, типа мешки вот эти вот И сверху у нас глаза собираются, прям вот это вот века, или как это у нас Прям вот закрывают по полглаза, опускаются вот сильно так Это вот с чем может быть связано такое? Валентина Николаевна, причин может быть очень много Вот у женщин после 45-50 лет, в период менопаузы, очень часто на фоне, ну, определенных физиологических гормональных изменений Может задерживаться жидкость в организме Мы очень часто с этим сталкиваемся Нефрологи, к сожалению, здесь могут мало что порекомендовать Скорее всего, это, скажем так, прерогатива косметологии Но вот то, что вы описываете, когда верхние веки настолько отечны, что вы не можете открыть глаз Это может быть и аллергические реакции, дерматиты на цветение трав, различных, соответственно, отек мягких тканей лица Это может быть и заболевания почечные, это могут быть заболевания сердечные Поэтому, если вам нужна наша помощь, я готов вас осмотреть, по крайней мере сказать, есть ли у вас болезнь почек или нет И дальше порекомендовать уже специалиста, который с этим справится Михаил Михайлович, одно из распространенных осложнений почечных заболеваний – это хроническая почечная недостаточность Вот каковы причины и механизм, почему это происходит? Да, к сожалению, вот все болезни почек так или иначе, рано или поздно, могут приводить к развитию почечной недостаточности Когда теряется функция почек, когда почки не в состоянии не выделять ни мочу, ни воду, ни токсические вещества Они теряют способность регулировать уровень гемоглобина крови, фосфорно-кальциевый обмен и так далее и тому подобное И все это в итоге заканчивается такой процедурой, как заместительная почечная терапия Это гемодиализ, перитональный диализ, трансплантация почки Я могу сказать с гордостью, что за последние годы у нас произошел просто прорыв в Ростовской области Мы сегодня флагман в России, потому что такое количество прироста мест для больных с почечной недостаточности на диализе Развитие трансплантологии, которое на сегодняшний момент благодаря и губернатору, и министру здравоохранения И главному врачу, и коллективу первообластной больницы Это действительно рывок вперед в отношении лечения этих больных Почему это происходит? Потому что в ответ на воспаление, на дистрофические воздействия, на токсические воздействия На тот период, когда отсутствует эффективное лечение Почечная ткань начинает увядать, она начинает погибать Считается, что нервные клетки не восстанавливаются Я хочу сказать, что почечные клетки тоже не восстанавливаются Потому что почка – это не набор клеток, это очень сложно структурированный орган Он состоит из нефрона Это очень сложные структуры, которые совершенно не регенерируют, не репарируют Если нефрон погиб, он погибает навсегда Поэтому болезни почек надо лечить, несмотря на то, что они не болят Они могут не беспокоить У вас может быть плотный рабочий график Вы можете быть на пенсии, вам надо нянчить внуков Но все равно болезни почек надо лечить, потому что все может закончиться гемодиализ Есть ли взаимосвязь между хронической болезнью почек и сердечно-сосудистыми заболеваниями? Насколько я знаю, есть даже такое понятие – почечное давление Что это такое? Ну, связь, конечно, прямая, потому что почка – это не просто орган мочевыведения Это второй после головного мозга по интенсивности кровоснабжения орган То есть почка состоит из гигантского количества капилляров и сосудов Это, можно сказать, часть сердечно-сосудистой системы В отношении почечного давления это скорее такая байка То есть она не имеет отношения к действительности никакого Некоторые пациенты и некоторые даже доктора говорят о том, что у тебя повышается нижнее давление Диастолическое оно называется Это почечное, тебе надо почки проверить Нет, это не так, это не соответствует действительности Поэтому по уровню давления, по качеству повышения давления утром, вечером, ночью По эффективности терапии заподозрить почечные проблемы невозможно Вот давление плюс какие-то изменения в моче, повышение креатинина, отеки Вот здесь мы начинаем думать о почечной патологии У нас еще один звонок, последний в этом выпуске Лариса из Ростова-на-Дону Здравствуйте, задавайте ваш вопрос Уважаемый доктор, скажите, пожалуйста С чем может быть связано, вот как ложишься спать И в течение ночи каждый час встаешь в туалет по маленькому? Я могу задать вопрос Скажите, Лариса, пожалуйста, о порции мочи большие у вас или маленькие? Ну, вы знаете, по-разному бывает В основном маленькие бывают, ну, как бы средние, так по-разному Ну, я вам посоветую сдать кровь на креатинин, чтобы исключить самое неприятное – почечную недостаточность Вот такие проблемы, они могут быть связаны с воспалением нижних мочевых путей То есть это цистит Могут быть связаны с гинекологическими проблемами Воспаление органов гинекологической сферы Вот и то, и другое может проявляться частыми мочеиспусканиями, малыми порциями Если объем мочи ночной больше, чем объем дневной мочи Это однозначно почечная недостаточность И с этим надо идти к нефрологу как можно быстрее Михаил Михайлович, к сожалению, время нашей программы подошло к концу Я благодарю вас, что вы сегодня нашли время И пришли к нам в студию и ответили на все наши вопросы Спасибо вам Это была программа «Поговорите с доктором» Меня зовут Дарья Шулик Берегите себя и до встречи на телеканале ДОН-24 Одежда ведущим предоставлена магазином модной женской одежды «Сержинетти» Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова